Несмотря на все проблемы, долги и нехватку рабочих, в Черновском овощеводе кипит жизнь. Подготовка к весеннеполевым работам закончена в теплицах буйства зелени – огурцы, томаты, баклажаны. Производство рассады начинается здесь, как называет ее сам Владимир Лоскутников, в теплице-маточнице или на нулевом секторе. Сегодня здесь лишь остатки саженцев, которые пойдут на продажу. Все теплицы мы сегодня высадили, у нас сегодня 60 теплиц. Значит, практически мы достигли советских времен, были теплицы, две теплицы только не восстановлены, остальные все теплицы восстановили. Высаживаем огурцы, помидоры, баклажаны, перчик. Остатки рассады сейчас идет на продажу. Есть вот сейчас, естественно, салат здесь. После этого, а уберем, когда рассаду, все будет занято по салатам. Рассаду сеют всегда с запасом, на всякий случай. Один из таких – непогода. Владимир Лоскутников рассказывает, пару дней назад приходилось даже топить котельную, чтобы саженцы и уже взрослые растения не погибли. Но, несмотря на все хлопоты, в теплице уже созревают помидоры, которые посадили еще в апреле. Это сорт «Большой красный». Есть еще «Золотые яйца», «Черный принц», «Большие» и «Маленькие черри». Через 15 дней мы начнем сбор урожая. Потому что, видите, уже плоды крупные, уже белеют плоды, будут краснеть. Конечно, вначале мы начинаем собирать килограмм по 50, вот с этого где-то. А затем, конечно, собираем до 3-х в сутки. Если быть, на сутки. Все идет на продажу. Всего на предприятии 60 сотрудников. Рабочий день для многих начинается в 5 утра. Пока нет палящего солнца и в теплицах не так жарко. Но и все те, кто трудится весь день. А здесь уже набирают силу баклажаны. Через неделю крупные фиолетовые плоды можно будет увидеть на прилавках магазинов. А вот тепличные огурцы снимают уже по второму кругу. Огурцы посадили еще в начале марта. Первый сбор урожая был 1 мая. Сегодня вечером вот этих красавцев соберут, а завтра утром отправят на продажу. Для того, чтобы урожай не ели паразиты, в основном это белокрылка. В теплице в качестве приманки развешивают специальный сладкий раствор. А чтобы растения насыщались полезными веществами, используют необычную технологию. В начале тыкву выращиваем, затем тыква обрезается, и туда всаживается огурец. И питается он за счет корня тыквы. А это дает очень устойчивый болезням, кривителям, значит, он питательнее вещество больше забирает. Всю собранную продукцию черновский овощевод отправляет в магазины не только города, но и края. Часть овощей увозят в Бурятию. С реализацией, признается Владимир, сложно, покупают мало. Выход нашли, купили новое оборудование по производству консервации. Кроме этого, на предприятии планируют изготавливать полуфабрикаты. Будем делать консервацию разную, и из баклажанов, и из огурцов, помидоры консервировать, огурцы консервировать. Будем также в планах щи-борщи выпускать, и также мясную продукцию. У нас в нашем объединении находится новый материк, где сегодня 3,5 голов свиней. Есть своя свинина, так что тоже будем использовать здесь в переработке. В апреле овощевод получил субсидию от государства. Средства потратили на семена и удобрения. По словам Владимира Лоскутникова, большие затраты идут на тепло. В основном это покупка угля. Уходят средства и на электроэнергию. В месяц платят порядка 500 тысяч рублей. Но трудности больше закаляют и заставляют искать новые способы заработать. В планах восстановить цех для производства томатной пасты, выращивать клубнику, виноград и абрикосы. Анна Бородина, Константин Васильев, РТК Забайкалье.